А вы знаете, о чем мечтают ваши дети? Я хочу стать учительом. А я стану космонавтом. Я хочу стать поляриной. Я стану президентом. Растим таланты. Центр раннего развития Академия Ростом. Телеканал Экспресс представляет. Всем половинный привет. Сегодня на концертнике маленькая да удаленькая толика музыкального коллектива немного нервной Екатерина Гопенко и Роман Резник. Прошу любить и жаловать. Начнем с традиционного экспресс-опроса на ТВ-экспресс. Наш телеканал называется Экспресс. Понятно. Короткий вопрос, короткий ответ. Веришь ли ты в сказки? Да. А вот в детстве, когда была маленькой-маленькой-маленькой Катюшей, ты кем мечтала быть? Принцессой или феей? Я мечтала попасть в сказку «Волшебник изумрудного города», чтобы меня унесло в домике куда-то далеко, в волшебной крае. А вот в американском оригинале или в волковском отношении? Да, в любом оригинале, чтобы меня просто унесло куда-то далеко. Как кисно тебе снятся? Ну, цветные, черно-белые? Конечно же, цветные снятся много. Я их всегда забываю. Но иногда не забываю, пишу потом песни. Летаешь во сне? Да, всегда. Я расту. Вот какие бы ты воспоминания взяла бы с собой на необитаемый остров? А может быть, предметы какие взяла? Предметов не знаю, немного я бы взяла с собой. Возможно, гитару, хотя и в ней уже потребность отпадает. Но воспоминания я бы взяла все. Мне бы было о чем подумать. А что там еще делать? Переосмыслить, да. Переосмыслить. Согласна ли ты с тем, что семейная лодка может разбиться о быт? Нет. Все при должном подходе, все может быть хорошо. Все всегда хорошо при должном подходе. При понимании, при любви, при взаимном уважении, при общих интересах. Катя, вот искренность, искренность, искренность по нынешним временам, она бесценна или все-таки противопоказана? Поясню, почему противопоказана. Ну, дабы не нарываться. Смотря в какой ситуации. Где-то она нужна, где-то она явно излишня. Где-то нужно просто быть вежливым, а где-то нужно быть честным. А довольно часто это вообще разные вещи. Катя, на сколько процентов из ста? Ты вот искренне отвечаешь на мои вопросы. Я отвечаю вежливо на ваши вопросы. Лучшее средство от хандры? Любимое дело. Берешь, занимаешь себе руки, голову или что там принято занимать у тебя, и хандра проходит. В твоем случае это кто? Это музыка. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Нет. Я считаю, что любовь это многолетнее растение, которое растет долго. И с первого взгляда может быть симпатия, страсть, что-то другое. Но не любовь. Любовь это что-то большое и важное, что у него другие механизмы. В моем понимании. Зерно с первого взгляда. То есть, а потом надо его удобрять, воспитывать, поливать. Пятью словами. Пять слов. Я буду пальцы загибать. А, пожалуйста, охарактеризуй будущий альбом группы «Немного нервной». «Необитаемый». Необитаемый. Все. Пять слов. Неужели в одном слове недостаточно всего? А сейчас буду усложнять задание. Я буду укорачивать слова. То есть, необитаемый, 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 необитаемый. «Новая жизнь на руинах старой». АПЛОДИСМЕНТЫ Назови, пожалуйста, четыре места на земле, на земном шаре, где созданы самые оптимальные, на твой взгляд, комфортные условия для прослушивания будущего альбома. Исландия, потому что это край мира. Курск, потому что это самый страшный город, в котором мы когда-либо были. Мы с Казантипа, но не там, где фестиваль, а там, где бывший войны полигон. Потому что там, правда, бывший войны полигон, и это на берегу моря. И, возможно, это все-таки Припять. Потому что я знаю, каково там. И там, правда, он будет уместен. Три эпитета в адрес слушателей группы «Немного нервно». Какие они? Слушатели группы «Немного нервно» — это люди, которым не нужно экстрима, которым не нужно драйва. Это один аппетит. Люди, которые приходят отдохнуть от экстрима и драйва, которого в их жизни хватает. Это люди, которые ищут новую надежду. Потому что что-то старое в их жизни уже заканчивается, и должно начаться что-то новое. И это люди, которые тонко чувствуют. Потому что часто говорят, что наша музыка, минуя мозг, попадает прямо в сердце. Хочется уверить, что это правда. Это музыка ощущений, то есть музыка, дарящая какие-то чувства. Ценишь своих слушателей? Конечно. Вот два слова благодарности в адрес их. Спасибо вам большое. Тремя. И, Катя, усложнил задачу до невозможного. Одно слово, объясняющее. Но почему нужно слушать немного нервно? Надеяться. Я хочу надеяться, устав от экстрима, и слушать группу немного нервно. Давайте послушаем. Это песня, от которой они так просто избавятся. Жена Смотрителя Маяка. Жена Смотрителя Маяка. Жена Смотрителя Маяка. Бросались на берег, Ах, жена Смотрителя Маяка. Держит себя в руках, Опускаясь на дно бокала, Возвращаясь домой. Ах, она! Каждую ночь одна, Так легка и так высока, Над уровнем моря. И когда огонь иссяк и исчез, В глазах ее стало темно, Она сказала мне ничего делать, Здесь и вышла в окно. И что с того, Что кого-то не стало? Никто не грустит. У нее не было планов на старость, У него нет перспектив. Ах, жена Смотрителя Маяка. Держит себя в руках, Держит себя в руках, Опускаясь на дно бокала, Возвращаясь домой. Ах, она! Каждую ночь одна, Так легка и так высока, Над уровнем моря. Ах, она! Ах, она! Смотрителя Маяка Держит себя в руках, Опускаясь на дно бокала, Возвращаясь домой. Ах, она! Каждую ночь одна, Так легка и так высока, Над уровнем моря. Ах, она! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, Кать, мне кажется, что группу «Немногу нервно» можно назвать, смело назвать открытым акционерным обществом. Объясняю. Ну, ваши слушатели, поклонники, они же какие-то дивиденды от вас получают и вкладываются в вас, да? Они же непосредственно участники создания ваших альбомов. Да, не без этого. Как пришли вообще к этой идее? Модным словом, там, краудфандинг, краудсорсинг называемый? Да, нищие мы. Все просто. Вообще, до того, как мы начали этим заниматься, нам было очень сложно представить, сколько на самом деле стоит запись альбома в России, например. Я не знаю, можно ли такое озвучать на телевидении. На запись последнего альбома, который вот выходит сейчас в апреле, мы потратили около 200 тысяч рублей. Совершенно понятно, что заработать просто так такие деньги, тем более музыкой, это, в общем-то, задача не из легких, тем более в России, тем более играя такую музыку, то есть не там тыц-тыдыц, которая можно на дискотеках крутить, или там, не знаю, на пляжах играть в кабаке, а вот то, что делаем мы. Поэтому стало понятно, что нужно обращаться за помощью. И у нас нет никого роднее, ближе, чем наши слушатели, собственно. А вот принцип вспоможения, ну, он был, есть, вот сейчас опять на волне, вот в данном случае в музыкальной индустрии. Он насколько сильно вам помогает? Он помогает нам очень сильно. Например, сингл, жена-смотритель Маяка, мы записали и ждали полностью на деньги слушателей, без всякого краунфайдинга. То есть мы просто написали, дорогие друзья, если кто-то хочет нам помочь финансово, возьмите и помогите. И они взяли и помогли. И просто разные люди переслали какую-то, какие-то суммы денег, 100 рублей там. Мы когда ездили, были ситуации просто прошибающие на слезу. В каком-то городе там мальчик подошел, который там по всем карманам мелочью собрал 200 рублей, и говорит, я понимаю, у меня больше нету, но я так хочу, чтобы альбом вышел и дал нам эти мелочи 200 рублей. То есть это так мило, и это так здорово. Вот, Катя, вот просто из твоих уст хотелось бы, чтобы услышали, ну, начинающие молодые музыканты, которые говорят, а-а-а, ребазы это дорого, записаться это дорого, невозможно. Главная же идея, Да главное хотеть. Если ты хочешь, ты ищешь возможности. Если ты не хочешь, ты ищешь отговорки. Все просто. За 200 лет с момента произнесения этой фразы ничего не изменилось, все точно так же. Творчество тоже ведь труд коллективный. Вот, говоря о группе немного нервно, в данном случае вот о вашем дуэте, вы как вот, ну, коллективно творите, или все-таки есть лидер, это ты, остальные ведомые? Я пишу песню под гитару, приношу ее, и потом она претерпевает какие-то изменения. Я стараюсь не лезть в сектор, в сектор творчества других музыкантов, то есть, там, в партии флейты металлофона, там, в клавиши. Но, как правило, у меня в голове есть некий конечный образ песни, то есть, как она должна звучать в итоге. Какими средствами мы дойдем до этого, в общем-то, не так уж и важно. Если это совпадает с моим ощущением этой песни, то, собственно, вот это утверждается. Бывает так, что песня вообще меняется неузнаваемо. То есть, например, наш бас-гитарист Тарас, он может просто взять и предложить какую-то идею, которая всем понравится. То есть, то, что бы нам в голову не пришло, там, какую-нибудь нелогическую последовательность, там, прыжков в ингармонические тональности, там, с возвращением. Да, это круто! Я, знаешь, как вот обожаю смотреть, как работает художник, когда вот вначале вот ничего не понимаешь, что они рисуют, а потом раз... Я не хочу даже тайну раскрывать, как у них здорово получается. А ты сейчас практически тайну раскрываешь. Но, тем не менее, продолжим раскрывать творческие тайны. Да это тайны, это все рабочие моменты. Вы, знаешь, вечный спор. А что первичнее, важнее в хорошей песне? В русскоязычной песне? Слова или музыка? Вот ты на какой стороне? Да я считаю... Словесников или музыкантов? Я считаю, что и то, и другое одинаково важно. Я знаю множество исполнителей с прекрасной музыкой, но отвратительнейшими текстами, так что просто кровь из ушей начинает идти. И наоборот, люди с гениальной поэзией, но с музыкой на три аккорда, с неумением это подать и исполнить. Музыка – это сложная система. То есть здесь все должно быть гармонично, должно гармонично сочетаться. Если храм... То есть шар, он прекрасен тем, что все точки одинаково удалены от центра. Если какая-то точка где-то вмятина, это уже не шар. То есть вот не получается идеальной сферы в таком случае. Екатерина, а вы не пробовали теорию музыки преподавать? Нет. А детишкам хотя бы о музыке рассказывать? Я не люблю преподавать. Мне кажется, за тебя получился бы замечательный учитель музыки. Хотя уже получился. Мне доводилось этим заниматься, но я не люблю преподавать. АПЛОДИСМЕНТЫ На мой взгляд, немного нервно в своих песнях вы рассказываете истории. Вот истории. Бывает. То есть это такая вот музыкальная литература. А кто еще, на твой взгляд, из отечественных исполнителей умеет песню превратить в поучительный сказ? Ну, конечно же, Борис Гребенщиков. Столько поучительности, сколько в его творчестве, еще поискать надо. Я даже не знаю, кто еще поучителен. Вообще, на наших землях очень много хороших музыкантов, хороших поэтов, песенников, правильных. То есть как-то вот в России правильный, у музыки есть некий правильный настрой. То есть то, что музыка должна тянуть человека вверх. То есть музыка должна стремиться к Богу. Это совершенно правильная какая-то мысль. Вот нам тоже хочется следовать этому. То, что музыка должна делать человека выше, чище. Как-то, ну вот, не хочу сказать правильнее, потому что понятие правильности у всякого разное. Но вот как-то очищать и возвышать над землей. Хочу музыки. Как раз вот песня о возвышенном. То есть выше этой песни вообще, мне кажется, уже ничего в мире быть не может. Это песня второго космонавта. Летит вечный небесный штиф, Кто был рожден ползтиф, Видимо, я не успел стать первым, во вторым. И из груди на взрыв, И куда не трон и взрыв, Грёзы, а вы затем и пепли, Так что ты увидел там, Такая жуткая красота, И абсолютная пистота. Скажи мне, что ты увидел там, Так что ты увидел там, Там. И если не встал талант, Скажи мне, что ты увидел там, 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 Там. До светит с невиданной высоты, Когда твой голос отехал, и ты вернулся живым Теперь я внутри, не попадаю в ритм И боги сжигают рим, и, видимо, я не успел стать первым Так что ты увидел там, такая жуткая красота И абсолютная красота Скажи мне, что ты увидел там, так что ты увидел там Там были ангелы, и решай там, и лицей стоял на кита Скажи мне, что ты увидел там И, видимо, ты увидел там Если очень захотеть, можно в космос полететь. А сама, ну как-то вот, ну уже грезишь, наверное, не подходит к твоему возрасту. Хотя, не грезишь ли полетами в космос? Да, конечно, я с детства мечтала быть космонавтом. Я даже узнала, как это сделать. Не, серьезно. Серьезно. Вначале надо было поступить в летное училище после девятого класса, а потом стать военным летчиком, потом подать заявку в космическую программу, потом пройти все отборы и потом как бы стать космонавтом. Слушай, это не мечты, Катя, это уже прям почти шаг на пути к космонавтам. Ну, я совершенно серьезно хотела стать космонавтом. А как так получилось? У тебя учитель там, астрономик? Нет, я не знаю, вот так получилось, так мне хотелось. Я не знаю, почему так. Но все-таки исполнится мечта? Я не знаю. Я не прошла по состоянию здоровья вообще никуда. Я даже от физкультуры была освобождена в школе. Как мне не хотелось. Быть спортсменом и чемпионом ничего не получилось. Поэтому вот я занялась музыкой. Ну, это тоже ведь своего рода полет в космос. Ну, да, почти космонавт. Я так себя утешаю. Почаще себе Катя об этом повторяет. Вот не хотел от возвышенного к приземленному, но тем не менее. Знаешь, вот за мифологией, которыми многие песни окутаны ваши, есть вот, на мой взгляд, произведение, стоящее особняком, которое я бы назвал гимном человеком труда. Великий уравнитель. В котором вы славите асфальтоукладчика. Да. Это совершенно отдельная история. Однажды мне показалось забавным, что люди на самом-то деле, хотя этого, может быть, и не замечают, но они поклоняются многим вещам, как в свое время языческим богам поклонялись. То есть там бог дождя, бог грома, бог автомобиля, бог телефона, бог банковского счета, бог успешной карьеры. То есть все это есть сейчас. То есть вот это неоязычество, оно, на мой взгляд, существует, и люди жертвуют, то есть жертвуют свое время, свои силы, приносят жертву вот этим богам. И я решила довести ситуацию до абсурда, и написала песню, которая является гимном, то есть практически религиозным гимном асфальтоукладчику. Да. Асфальтоукладчик слався. Там есть такой припев, я мечтаю записать это с детским хором. Знаешь, я хотел спросить тебя, а юмор нам строить и жить помогает? Я понимаю, что безусловно помогает, да? Да. Но стоп! Теперь серьезно об этом произведении музыкальном, да? Мы явно недооценим асфальтоукладчика. И вот относимся к нему с юмором. Посмотрите на наши российские дороги. Так, а вы знаете, вот после чего я решила именно асфальтоукладчику написать гимн? Когда ты на машине въехала в топуни? На автобусе. Мы ехали из Ешкаралы в Киров. И там вот как раз был март, вот эта раздорожная весна, которая поется в этой песне. И то есть на тот момент мне никто не сказал, что в этом автобусе можно спать, только что ты ударишься головой о сам автобус. То есть вот вариантов пережить их дорогу не было вообще больше никаких. И вот мы ехали-ехали по этой мягкой, грунтовой экс-дороге. И такие, когда мы доехали до Кирова, я была готова написать эту песню. И я потом написала ее. Ну, действительно, славься. Да, славься. То есть в России надо поклоняться правильным вещам, асфальтоукладчикам, например. А кому бы ты еще посвятил свою песню? Ну, продолжим эту тематику. Человек труда, удариться головой, заснуть. У меня много песен о конях. Мы недооцениваем роль коня в жизни человека. Нет, ну, это конь, это некий образ движущей силы. Мне кажется, вот мое поколение, это поколение довольно аморфное. То есть это люди, у которых масса идей. И на самом деле масса энергии, но нет вектора, чтобы направить эту энергию. То есть нет движущей силы, нет волшебного пинка, который мог бы все это... На пенделе называть. Ну, как бы, да, будем называть вещи своими именами, которые мог бы усилить, направить, наставить на путь истины. То есть вот это все нужно. Только попадая в кризисную ситуацию какую-то, вот мы все, вот, и я сама в том числе, мы вдруг такие открываем себе внутренние резервы и начинаем действовать. До этого мы спокойненько там занимаемся не пойми чем, тратим свое время, тратим свою жизнь, сидим в социальных сетях. И только волшебный пендель заставляет нас что-то делать. Тут незримо шепчет мне духа Олега Газманова, о чем она поет, о конях. Мои рисунки, моя музыка, мои мысли, мои скакуны, все. А сама давно сидела в седле? Да, давненько. Года два назад, да? Это было. Пару лет назад. Любишь лошадей просто потрогать, поговорить? Да я вообще люблю животных, всяких разных лошадей в том числе. Соответственно, если ты любишь животных, людей не очень, да? Да нет, я просто животных не ем, поэтому все просто. Я не ем то, что люблю. Ну, в смысле, животных я люблю, я не ем. Ну, я вегетарианец, я не веган. Молоко я ем, животных нет. Ты и твои женщины есть такое произведение у вас, и там упоминается Башлачев и Летов. Да. В какой музыке воспитывалась? На классике. Ну, вот если не кумир, это учителя действительно. Когда мне было пять лет, меня отдали в музыкальную школу по классу скрипки. Когда я окончила музыкальную школу, я очень долго ненавидела музыку и скрипки, в частности. Но я по привычке любила классик. Точнее, кроме классики, ничего не слушала. В моей жизни в тот момент была классика, которую мы слушали на уроках музыкальной литературы, собственно, и играли. И попса, и шансон, которые были слышны в маршрутках, когда я ехала в школу. Вот стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. И классика. Тут у нас вот у большинства-то, ну, обыватели подразделяются на попсу, мы только ее-то и знаем, да? Ну, да. Чайковский, Римский, Корсаков. Ну, нет, Вивальди. И то, что вообще нам не знакомо. Ну, Вивальди, да, Моцар. То есть я до сих пор люблю Вивальди, я люблю Гайдена, я люблю Моцарта, потому что он прекрасный. Я люблю Баха. Я помню, как я в детстве лежала в неврологии, и с утра до вечера у меня была кассета Баха, произведения, и я вот так ее слушала, переворачивала, слушала. Там все думали, что у меня было, ну, в другое отделение меня перепутали, как будто не туда положили. Бах, он не сугубляет неврологию? Нет, Бах, он возвышает и очищает, он лечит. Вообще, музыка правильная, она лечит многие болезни. Ну, я так хочу это верить. Так, если педагогической деятельностью не сложилось, если ты девочка, которая была освобождена в свое время от урока физкультуры, может быть, по пути медицинского работника пойти? На орбитальные орбиты? Там вот в космосе нужны медики? Нет. Все сложилось не так. Я хотела стать физиком. Я увлекалась физикой света. Я совершенно серьезно хотела поступать на квантовую физику, но в Запорожье не было отделения квантовой физики в моем родном городе. Была только физика твердого тела. Это скучно и ни о чем. Ехать в другой город меня не отпустили родители, потому что не было денег на то, чтобы жить в другом городе, меня кормить, поить, содержать в другом городе. То есть физику, чтобы я на музыку. И поэтому я не поступила на физику, я поступила на журфак, чтобы чем-то себя занять. И вот, чем ты себя заняла. Соратниками по фолк-сцене, вот наши отечественные, дружить и поддерживать отношения? Не совсем по фолк-сцене, но мы дружим с многими музыкантами примерно нашего возраста и нашего круга обитания. Вот Вася Урьевский, о нем сегодня говорили. Вчера только он приходил к нам на концерт. Это наш товарищ, очень близкий наш друг. Леша Авдовин, Фахардинов, люди, с которыми мы пересекаемся и довольно приятно общаемся. Это Башаков, я не знаю, кто еще. Их очень много. И они везде. А что это такая вот за ниша? Я слышал эти имена с некоторыми знакомыми. А что это за такая интересная ниша? Вот появилась у нас тут музыкальная, у которых прекрасные песни, ну, замечательные, мелодичные, которые хочется напевать, которые на подкорку ложатся хорошо. Но они их знают только лишь в очень узких кругах. Это современный бард-рок. И вообще молодая музыка в России находится в довольно сложном состоянии. Under the press, то, что называется по-английски. То есть под постоянным давлением вот есть, знаете, как верхний слой музыки. Так вы еще и по-английски говорите? Нет, я делаю, я притворяюсь. Там вот старые музыканты. И есть вот молодая апостоль, которая пытается пробиться сквозь этот огромный слой музыки старой. И как бы, а вот все никак. Там ее столько, и как бы, и вот они все не уходят. Не то, чтобы я их гоню. Нет, я их не гоню. Я говорю, дайте, дайте подышать, дайте к солнцу хотя бы увидеть, что это вообще такое. И вот нет. Все никак. А тут я вспоминаю наш один из вопросов, один из первых, который, да, про любовь с первого взгляда, что любовь, зернышко, да, вот молодые музыканты, ну, дайте, дайте вам любовь. Да, не обязательно помогать, не надо просто мешать. Дайте возможность просто делать то, что делается. Не надо, когда пишутся заявки на фестивали, говорить, что а зачем нам брать вас, когда у нас есть вот здесь такой же музыкант вашего жанра более известный. Ну, конечно же, они же есть, пока они живы, то есть у меня шансов вообще нет. То есть надо как-то ускорить ее процессы в таком случае. Любишь эксперименты? Конечно. Нет ли, ну, желания поэкспериментировать со стилем рэп, шансон, не предлагаю, хотя шансон с человеческим лицом. Нет, не предлагаете шансон с человеческим лицом. В России это слово с таким вот этим метафизическим смыслом, то есть там столько культурных реалий накопилось за этим словом уже, что невозможно с этим жить просто так. А бороться? Нет. Зачем бороться? Можно ведь и напороться. Лучше заниматься чем-то своим. Но бард это тот же шансон, но фактически. Ну, по сути, если учитывать, что шансон это просто песня по-французски, то, конечно же, бард это и есть шансонье, но мы очень долго не называли себя никаким жанром. Это, конечно, шутка, что мы придумали себе жанр, чтобы отвечать на вопросы таксистов, которым мы грузим инструменты в машину и говорят, а что играете? И мы такие, надо же что сказать, иначе как-то некрасиво получается, и мы говорим Dream Folk или там барокко-поп. То есть после этого у них вопросы заканчиваются обычно. Они такие, типа, ну ладно, какие-то странные. Кстати, вы недоцените таксистов. Наоборот, их надо раз так вот приобнять, диск дать. А у нас бывало так, что таксисты покупали диск. Они куче играют, они куче, давайте диск поставим. Они кучем, а че, а че, почем? Мы такие, ну, 300 рублей. Они такие, о, нормуль. Ну, диск оставили, за такси не заплатили, все хорошо. И какой город стал в музыкальном плане более образованным? Я не помню. Я езжу уже 11 лет. Я не могу уже, у меня все в коне, люди, все смешалось в кучу. Ну, то есть таксисты все-таки советуем слушать группу немного нервно, дабы слушать в машине, когда ведешь пассажира, дабы пассажир проник с творчеством. Может быть, ну, я как вот предлагаю творческий эксперимент, может быть, немножко утяжелить вас? Так, а у нас есть такие эксперименты. Альбом, который выходит, вот он как раз утяжеленный. Это полносоставный альбом с барабанами, с басом, то есть такие альбомы у нас были прежде, но теперь там звучат всякие тяжеленькие электрогитары местами. То есть там в составе труба, даже не труба, а корнет, это некая разноидность трубы, которая там исполняет, и, собственно, тяжелые гитары. А как к этому шли? Басисты опять посоветовали? Нет, мне так захотелось. И мы к этому пришли. Ну, желание женщины – закон. Ну да, это мой маленький женский каприз. Я хочу мармеладу и тяжелые гитары. Маленький мужской каприз. Песню хочу. Здравствуй, февраль не пришел один, снова болит в груди и не берет огонь. Письма тяжелые, как гранит со всех берегов границы и с разных ее сторон. И не забудь, есть те, кто быстрее пулем, если расчет верный и видит ли кто-нибудь. Весь этот мир непролитым молоком и все еще далеко, так далеко до конца войны. После мне все объяснят потом, как не перейти поток, как не приступить с окон. Письма холодные, как гранит, над гробей, что вдоль границы и с разных ее сторон. И не забудь, есть те, кто быстрее пулем, если расчеты верны и видит ли кто-нибудь. Весь этот мир непролитым молоком и все еще далеко, так далеко до конца войны. И я надеваю траву на восточный манер белый, как всякий, кто будет слеп. А те, для кого я пела, лягут в черные травы на этой ничьей земле. Но не забудь, есть те, кто быстрее пулем, если расчеты верны и видит ли кто-нибудь. Весь этот мир непролитым молоком, но все еще далеко, так далеко до конца войны. Как гуманитарий физик, спрошу, а что же есть быстрее пуль? Я считаю, что душа быстрее пуль. Физик? А в душу верит. Ну, это вообще распространенное заблуждение, что наука отрицает существование души, Бога. Нет, наука подтверждает существование этого всего. А тут общеизвестный факт, например, что в момент смерти человеческое тело становится на 9 граммов легче. Это не выдумки фантастов, это не мистификации, это правда. То есть есть что-то, что делает... Такое ощущение, как будто ты сама взвешила трупы. Я не взвешила трупы. До момента и после момента. Я читаю журнал «Наука и жизнь», например. Он до сих пор выходит, как бы удивляюсь я. Конечно, да. И более того, физика, физика света, физика материи все более и более подтверждает существование тех сфер, которые мы не видим, не ощущаем своими органами чувств. То есть то, чего мы не видим и не слышим, не значит, что этого не существует. Это, собственно, вот... Девушка, вы так прекрасно. У вас столько намешано. Вот этот вечный спор между физиками и лириками. Ну, ты вот просто-напросто его так вот берешь и так... Па-бам! Ну, да. Почему? Я честно знаю, что лучшие творческие люди, лирики, это те же физики, у которых вот такой вот системный склад характера. Ну, Борис Борисович Гребенщиков... Он тоже физик, что ли? Он системный математик. А, повезло. Все-таки хотелось бы, знаешь, о девичьем тебя спросить. Ну, как вот такой вот хрупкой барышней, как ты, ну, вот выживается в этом мире? Ну, одним ли творчеством вообще живешь? Ну, другие интересы какие у тебя? Кроме физики. Космоса. Интересы, в смысле, в котором я могу деньги зарабатывать? Полезные навыки? Или то есть что значит выживаться? Господи, ты еще и меркантинен. Ну, нет, ну просто выживаться мне вообще легко. Я вообще живу очень хорошо, мне кажется. Суть моего успеха в красивой жизни в том, что мне мало нужно для радости. Я мало ем, быстро напиваюсь, если пью. В общем, я не гонюсь за материальные ценности. То есть вот как бы мне мало надо, поэтому мне всего хватает. В общем-то, у меня, мне бы еще там, не знаю, там, порушных мониторов, там, аппаратурку обновить. То есть все остальное, в общем-то, есть. Аскет? Да нет, просто не вижу смысла копить, копить то, что вот так вот очень быстро теряется. События последних лет многократно доказывают, что недвижимость, автомобили, банковские счета, все это в одну секунду превращается в ничто. Точнее, все это в одну секунду перестает быть твоим. И то есть все, что нажито непосильным трудом, кровью и потом, достается кому-то другому. Зачем они тратят свою кровь и пот на что-то, что в любую секунду может перестать быть? Я буду тратить все это, я буду путешествовать, играть музыку. Твои слова, да вуста бы не Богу, а хотя бы вот тем вот, ну, олигархам, бизнесменам, которые вот только этим и живут. У них своя функция, свой путь. У каждого человека есть свой путь в этой вселенной. То есть они заняты этим. То есть твою, да, у этого музыка. Да, почему нет? Вот есть песни «Колыбельные для сына» у тебя, да? Да. А подразделяешь ли ты музыку для мальчиков и девочек? Ну вот есть ли пол у песен, ну, какие-то музыкальные произведения вот особо нравятся мальчишкам, любого возраста, девчонкам? Ну, я у себя в голове как бы их подразделяю. Более того, когда я пишу песню, примерно представляю, кому она могла бы подойти. То есть, ну, не то, что понравится, но то есть кто мог бы ее слушать в плеере. А потом все оказывается вообще по-другому. То есть в итоге все не так. Олдовые байкеры, бородатые в кослухах прямо вот совсем в Нижнем Новгороде сидя за дубовыми столами в кельтском доме плачут под песню про сердце маленькой девочки. Это не форма речи, это правда. То есть такое бывало. Сердце маленькой девочки это вот прям совсем девочковая песня. Как будто у нас у мужиков вообще сердце каменное. Нет, есть, но просто когда я пишу, я себе это представляю по-другому. Ну, и вообще зачем это представлять? Все равно ведь песня, как только я ее спела один-единственный раз, как только появилась какая-то запись на ситеры, она перестает быть моим. Она уходит в свободное плавание и дальше она сама по себе уже действует, творит. То есть это отдельная какая-то единица творческая. А гендерный состав вообще вот слушателей вашей группы? Ну, больше мальчиков, девочек. Да, одинаково. И гендерный, и возрастной состав, он очень разный. Разные социальные слои, разные там люди, казалось бы, совершенно разные слушают нашу музыку. Это, с одной стороны, интересно. Ну, ты затронул очень важную для меня тему о сентиментальности. Я сентиментальный человек и не стыжусь, там, мурашка по коже, слез. А ты, как я понимаю, девушка таким железным стержнем. Да нет, я сентиментальная очень. А мужики-то в группе плачут, когда вот... Вы плачете? Не скажут они правду, да? Ну, бывает. Просто они так много эти песни слышали так много раз, что уже плакать уже как-то несерьезно, уже столько можно. Ну, так вот все ровно в жизни, спокойно в жизни. Музами выплакали все уже. Наш земляк, хоть и родился он в Москве, но воспитан именно в Пензе, в Тарханах, Михаил Юрьевич Лермонтов как-то написал, а он мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой. Вот неужели никогда не хочется вот... Ох, чего-нибудь такого. Да у меня этого хватает в жизни. Хватало и хватает. Моя жизнь довольно долго была сложена из довольно буйных всяких событий, и поэтому музыка моя это некая обратная сторона. И, то есть, вот то, о чем я говорила, что я пишу музыку для тех, у кого в жизни хватает вот этих событий, там, сильных, там, душевных переживаний, экстрима жизненного, там, каких-то проблем. Вроде приходят к нам отдохнуть, то есть, отпустить, расслабиться, выплакать какие-то... Банально, знаешь, как сейчас можно продаваться там? Антикризисная музыка. Ну, всех достало же, да? Да. А вот включаешь вас. Та-та-та-та, та-та-та-та. Вот, слушая вашу музыку, и вот не могу отделаться от чувства, что я вдруг не вот не в 21 веке, не в 2015, а вот оказываюсь в галантном веке, знаешь, в веке 18. Вот погружаясь туда, да, где есть место подвигу, где есть вот уважение мужчины, к женщине. Так всегда есть. Время ничего не меняет. Это мы сами придумываем, что сейчас должно быть так и сяк. Можно быть совершенно типичным рыцарем в лучшем смысле этого слова, а не в архаичном. И в наше время. Можно быть прекрасной дамой и в наше время. То есть, для этого не обязательно одевать кринолины и там ждать принца на белом коне. Можно просто вести себя, думать так, чувствовать так. Вот мы и подошли к тому разговору, что музыка кому-то что-то должна. Так что же она должна? Мотивировать на поступки либо, как вот ты говоришь, разгружать после многочисленных подвигов и поступков? Совершенно не важно мотивировать или разгружать. Любое творчество, да вообще любой поступок в жизни должен очищать и делать человека ближе к Богу. То есть, мне кажется так, я не знаю, не оскорблю ли я сейчас чувства неверующих, но мое мнение, что абсолютно все, что мы делаем, должно делаться во имя любви ко всему, что есть. Я не знаю, это, конечно, анекдот, но о том, а как бы сделал Иисус на моем месте? То есть, вот так. Я не исповедую никакую конкретную религию, то есть, сейчас это не привязка к религии, это сейчас привязка к неким ценностям духовным, которые исповедуются в том числе и христианской религии, о том, что есть некий свод правил, очень-очень хороших, правильных, которые никто не отменял. Морально-этический кодекс, который, в общем-то, упирается в эти 10 заповедей, там, не убей, не укради, не обмани, не вас желай. И я... Не так, укради, но покайся, через запятую. Сейчас принято думать так, я думаю, что лучше изначально не укради. И вот все, что мы делаем, в том числе, музыка, которую вот я, например, делаю, она должна вести к этому, неизвестно от того, дает ли она тебе силу для новых свершений, или она очищает тебя от чего-то уже содеянного. То есть, как бы, средства бывают разные, цель должна быть одна. Ну, давайте, немного нервно, очищайте, мотивируйте меня, и зрителей нашей программы, играйте. А пусть, нет, а пусть зритель сам послушает и решит, что он будет делать после этой песни. «Дело идет в декабрю», называется эта песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Я видел, как море стирает берег, я помню о каждой его волне, я знаю, что гид поет в колыбельных, пока мир спит на его спине. Я знаю, чем кончится эта история, там, где старик выпускает небо, как в сякой волне возвращаться в море, так в сякой душе возвращаться на небо. А время сжигает царей, пока я сижу и курю, а я ни о чем не жалею, и дело идет к декабрю. А я ни о чем не жаленью, и тело идет к рождеству, и будто немного светлей, будто бы это меня зовут домой. И ветер гуляет в моей голове, но без ветра не грянешься с высоты, я мог бы прикинуться, человеком хотел бы любить такую, как ты. А я просто сижу и болтаю ногами, спасаю заблудшие корабли, всего лишь седой, одинокий ангел без горечи времени и земли. А время сжигает царей, пока я сижу и курю, а я ни о чем не жалею, и дело идет к декабрю. А я ни о чем не жалею, и дело идет к рождеству. А время сжигает царей, пока я сижу и курю, а я ни о чем не жалею, и дело идет к декабрю. А я ни о чем не жалею, и дело идет к рождеству. И будто немного светлей, будто бы это меня зовут домой. Я считаю, что в наше время очень важно чаще говорить слова благодарности. Просто добрые слова. Я хочу сейчас в данный момент сказать слова благодарности за помощь в организации нашего концертника, нашим же друзьям, репетиционной базе Night Rewind, которая есть в нашем городе. Товарищи музыканты, эта база предлагает вам самые лучшие условия, во-первых, для репетиции, для звукозаписи, а в-третьих, она предлагает вам, ну, можно взять в аренду звуковое оборудование для того, чтобы провести концерт. Приходите на эту репетиционную базу, общайтесь, разговаривайте, она находится в доме молодежи. Продолжаем наш разговор. Вот в сказку мы вспоминали волшебника изымрудного города. Я смотрю на ногу у Романа, вспоминаю, что были такие персонажи, мигуны, живуны, помнишь там, да? У них на ногах колокольчики там. Да. Вот Ромка молчаливый у нас. Ну, вот расскажи, расскажи. Ну, как он молчаливый? Он молчит, молчит, а он красиво играет. Вот он же вот прям живет этим всем, да? Да, куда он денется, конечно, он живет этим всем. Этим всем на пипитре. Рассказать про инструменты. Во-первых, это голубой ноутбук. Этот знаменитый голубой ноутбук. На самом деле, это детский металлофон. Детский металлофон, на котором издаются звуки. Это классическая флейта, это лоу-висел, это ирландский народный инструмент, как бы большая. Ты можешь показывать, приподнимать инструмент, показывать, чтобы было понятно, о чем я говорю. Сегодня мы его не используем. Сегодня, да, мы, получается, его не используем. Лоу-висел, это ирландский народный инструмент. Есть такой же, но маленький у нас, стим-висел. Всякая перкуссия, перкуссионные инструменты. Это шум океана. Это южноамериканские народные инструменты. Шум океана, круглый, и шум, посох дождя, который как маленький динамит. И где-то были индийские колокольчики. Вот он завесил уже. Вот, собственно, индийские колокольчики и традиционные ярмарочные бубенцы. Вот на ноге у него совершенно особенный инструмент, который он сшил сам из мешка и бубенцов. Бывает так, что мы находим что-то и делаем из этого инструмент, потому что голь на выдумке хитра. Но это жизнь. Да, это жизнь. Это жизнь. Традиционный для нашего концертника момент. И эстафета вопросов и ответов от одних участников концертника другим участникам. Обратите внимание на экран. Вам вопрос задает Анна Герасимова. Она же Умка. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы в нашей стране перестали, если не играть, то хотя бы слушать плохую музыку? Во-первых, должно исчезнуть оценочное восприятие у людей. То есть, когда люди перестанут разделить все на хорошее и плохое, потому что кому-то Бетховен кажется хорошей музыкой, а кому-то он кажется плохой музыкой. Ну, Катя, я понимаю твою мысль, но есть ведь плохой-плохой. Ну, есть плохой-плохой, но вот эти пацанчики со двора, которые слушают Рубчину, для них эта музыка хороша. И если она... Я тот самый пацанчик со двора, я не скрываю. Вот то, о чем я говорю, что если эта музыка их приближает к Господу Богу, то она хороша. Эта музыка хороша для них. А блатняк, который нам всем кажется богопротивным и отвратительным, кого-то тоже на самом-то деле чему-то учит, там, учит что-то делать или чего-то не делать. То есть, всякая музыка по-своему хороша. Пусть тебе снятся белые крылья, тонкие пальцы, серебряный смех, полупрозрачный жест поверенный и схлопнулись миле, как книжка с картинками. К темнаде Ирландии шел снег. К темнаде Ирландии шел снег. Пусть тебе снятся движения губ, помнящих древние заклинаниям. Те, что для всех поют наяву, а для тебя только во сне. К темнаде Ирландии шел снег. К темнаде Ирландии шел снег. Пусть тебе снится звенящая вечность, где все происходит гораздо легче, где пронтянный брешен свинцовый стиль, и все тонуло в этой белой полной, где над Ирландией шел снег. К темнаде Ирландии шел снег. Чемнаде Ирландии благодать, где соревнования К темнаде Ирландии так же eyelashes Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.